Привет! В сегодняшнем видео я буду разговаривать по-русски, потому что некоторые из вас меня спросили, не можешь ты сделать видео по-русски? Вот, здесь я сижу теперь и разговариваю по-русски. Это очень странно, но посмотрим. Я знаю, что там будут некоторые ошибки, потому что у меня русский язык, это не самый лучший мой язык. Ну вот, я буду разговаривать о жизни в Германии. Когда меня ещё не было, мои родители с моим братом переехали, ещё вместе с моей бабушкой, они переехали в Германию, в Ханнофер, называется город, в котором мы живём. Они в 96-м году сюда переехали, и в 97-м году я уже родилась. Получается, что я родилась уже здесь. Я об этом уже разговаривала немного в видео, называется который «Speaking full languages fluidly». Если вам интересно, вы можете это посмотреть, я вам дам линк, там где-то напишу снизу. Мой брат уже шёл в первый класс, он здесь сразу пошёл в первый класс, и он, я не знаю как, но он как-то научился разговаривать по-немецки. Моя бабушка, она познакомилась здесь с мужчиной, это как бы мой дед, я его всегда дед называла. И он всегда разговаривал со мной по-немецки, а вся моя семья, ну все остальные, там бабушка, мама, папа и мой брат, они разговаривали со мной по-русски. Вот это вот как я научилась разговаривать по-русски. Ну и так, что я уже разговаривала по-русски и по-немецки, и пошла в сайт немецкий. Там я ещё больше научилась разговаривать по-немецки, и потихоньку разучилась разговаривать по-русски. Чтобы как-то ещё разговаривать по-русски, ну, знать этого языка, я пытаюсь всегда с мамой и с папой разговаривать по-русски, с братом тоже, и с друзьями, и с семьёй я всегда пытаюсь разговаривать по-русски, чтобы не разучиться вот это разговаривать. У меня в Германии здесь большинство из друзей, они все русские, и разговаривают тоже по-русски. У них как бы так же, как и у меня получилось, что родители с ними разговаривали по-русски. Так, теперь вопрос. Могу я читать по-русски или не могу? Да, могу, но немного и очень медленно. Не знаю, почему мне русский язык больше всего нравится, чем английский, чем немецкий, чем французский. Ну вот и всё. Только четыре языка знаю. Но не получается у меня по-русски разговаривать, к сожалению. Теперь вопрос. Как реагируют другие, когда я разговариваю по-русски? Ну, как реагируют немцы? Они говорят, что им всегда кажется, что мы материмся. Я не знаю, почему, но они это просто говорят, что немцы думают, что мы материмся. Но мне кажется, что немецкий язык, он намного груже, чем русский язык. Русский язык это милый, хороший, я тебя люблю. А по-немецки, послушайте, ich liebe dich, mein Schatz. Представьте, как это грубо. Моим родителям, например, всё ещё тяжело разговаривать по-немецки, хотя мы живём уже здесь сколько? Двадцать лет. Ну, да, двадцать, получается, двадцать лет мы здесь уже живём. Им всё равно тяжело кажется разговаривать по-немецки. По-немецки есть всякие такие вещи, называются артикль. Ну, артиклы. Для них и для всех, кто учит немецкий язык, самое тяжёлое это вот эти артикли выучить. Ну, получается, по-русски это будет он, оно и она. Это у нас из Дерди Дас. Мы когда разговариваем, у нас есть, например, по-русски говорим просто стул, это просто стул, или это просто стол, это просто камера. А по-немецки надо говорить, что это она камера, что это он стул, что это он стол. Там говорят der Stuhl, der Tisch и die Kamera. Иногда даже для меня это тяжело, даже я иногда даже не знаю, когда, чего надо брать, когда der, die или когда das. Вот эти артиклы, эти меня раздражают, можно так сказать. Теперь мне очень интересно, пожалуйста, напишите в комментариях, как я разговариваю по-русски. Быстро, медленно, много ошибок, мало ошибок, там, хоть что, или с акцентом, или без акцента. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, мне было очень интересно. У нас ещё есть с мамой, ну, с семьёй, или вообще, которые, русские, которые в Германии живут, у них есть какой-то перемешанный язык с немецким, русский с немецким. Например, подвал мы тоже называем Keller, потому что по-немецки это называется Keller, Keller, это просто у нас Keller, подвал. Или по-немецки люди говорят Handy, это мобильный телефон будет. Мобильный телефон это такое длинное слово. Ну вот, мы говорим тоже Handy. Мам, можешь мне подать Handy? Вот такое вот. Просто с русским акцентом это выговариваем, нам кажется, что это русское слово. Здесь в Германии тоже есть ещё русские магазины. Ой, как я их люблю. Там всякие вкуснятки есть. Там есть русские конфеты, русские напитки. Ну, всякое русское такое, там, русский творог. Я очень люблю русский творог, он намного вкуснее, чем немецкий. Ещё у нас в школах тоже учат, ну, в некоторых школах. В моей школе, например, только есть один учитель, который учит русский язык, и он уже уйдёт в пенсию. В пенс... Вот это вот, что мне тяжело, в пенсию. Правильно? Я не знаю. Короче, он уйдёт, и уже никто у нас не будет преподавать русский язык в школе. Мне тоже очень хотелось пойти туда и выучить ещё побольше русского языка, но, к сожалению, когда я это хотела учить, у нас не было достаточно учеников, которые хотели выучить русский язык. Вот поэтому я теперь научилась по-французски разговаривать. Ну, тоже классно. Русские блюда я очень люблю. Мы очень часто варим дома, там, плов, борщ, чебуреки, манты, пельмени, блины, всякое такое мы делаем. Ещё что-то я хотела сказать. Считаю я себя русской или немкой? Я это вам не могу сказать, я не знаю. Паспорт у меня немецкий. Значит, я немка. Но если кто-то меня спрашивает, Мария, ты кто? Немка или русская? Я не могу сказать, что я немка. Мне кажется, я люблю русские блюда, по-русски разговариваю. У меня родители по-русски разговаривают, у меня родители оба русские. Почему я должна быть немкой? Ну, короче, я тогда всегда говорю, я полу-немка, полу-русская. А смешная вещь, когда в Германии спрашивают, я русская или немка, говорят, что я русская. А, например, если я была бы в России, и меня в России спросили бы, я была бы немка, там они русские. Вот это все. Мне кажется, больше я вам про жизнь в Германии не могу рассказать, потому что я всегда живу здесь. Мне кажется, что все здесь нормально, и что там ничего разного нет такого с Россией. Некоторые из вас хотели русское видео, вот оно и есть. Если вам хотелось бы увидеть побольше видео, мне, кстати, тоже очень нравится по-русски разговаривать в видео. Может, я буду каждую вторую неделю, или что-то так, как-то так я придумаю, делать русское видео, потому что мне это очень нравится. Но если бы вам было бы интересно, тогда напишите мне, пожалуйста, комментарий, или дайте мне лайк. И если вам хотелось бы увидеть еще видео по-русски, тогда напишите тоже в комментарии, про что вам хотелось бы увидеть видео. Я вам желаю всего хорошего, хорошего дня, и увидимся в следующий раз по-русски еще раз. До свидания!